Собственно, здравствуйте, спасибо Алексею. Меня уже представили. Антон Бондарев, один из разработчиков и основателей открытого проекта Inbox. Поговорим мы об интернете вещей. Естественно, поговорим мы об интернете вещей на базе СПО. Когда я готовился к докладу, для меня было некоторое неожиданное, что интернет вещей это не только умные чайники, умные лампочки и все, что нас окружает. Например, к интернету вещей относятся, когда мы прикладываем банковскую карту к считывателю, одна машина общается с другой и там что-то происходит. Соответственно, к интернету вещей в ближайшем будущем отнесется, в общем, он уже нас окружает и еще больше будет окружать. И в том числе и вот этот машин-ленинг, он будет обладать все больше машин-ленингом, распознаванием лиц, голоса и так далее. Таким образом, протоколов, по которым общаются машины между собой, на самом деле огромное множество. Там я перечислил, это далеко не все, которые здесь, но, конечно, наиболее интересное для нас, это как программисты, здесь большинство, наверное, программистов, это то, что общается по протоколу IP. Ну, это там HTTP можно общаться, AMQP. И, наверное, самый сейчас популярный и распространенный в силу своей простоты, это Message Queuing Telemetry Transport. Это МQTT так называемый. Что из себя представляет MQTT? Ну, собственно, это представляет сбор датчиков, сдатчиков. После этого эти данные куда-то передаются на так называемый брокер. И уже с этого брокера можно получать информацию. Точнее, на этом брокере хранится либо сообщение, которое может передаваться между устройствами, но, может быть, сообщение просто публикуется сразу сабскрайбером, так называемый. Например, каждое устройство может быть как сабскрайбером, так и паблишером. И публиковать, одно устройство может публиковать множество данных и управлять множеством устройств. Таким образом, подытоживая, MQTT представляет собой клиент-брокерную архитектуру. На самом деле множество различных стандартов протокола. Максимальная версия на текущий момент это 5.0. В ней добавлены такие вещи, как quality of service, качество передачи данных, время и так далее. И в какой-то момент появилась такая разновидность протокола для данных, которые только для серверов, сервисов, где можно ненадежно. То есть если у вас там где-нибудь передается информация о каком-нибудь поле, температура на полу, в каком-нибудь углу, то потеряются там несколько сообщений, но ничего страшного. Все равно у вас это медленный процесс, ничего там не произойдет. Соответственно, этот протокол работает по UDP, он потребует меньше пропускной способности, но и менее надежно. Существует огромное количество открытого софта для реализации МКУТТ. В частности, брокеров. Тут приведен далеко не полный список. Самым, наверное, распространенным является Москвита. Собственно, все примеры, которые мы делали, мы делали на этом брокере. Также существуют различные open-source автоматизации, средства автоматизации. Что это такое? Это, по сути дела, брокер, в котором есть еще панель управления. Вы можете там включать, управлять каким-нибудь сенсором, выключать телевизор и так далее. То есть у вас появляется веб-морда, через который вы можете делать. То есть их тоже не два. Есть еще от Mozilla. Там с Mozilla сейчас непонятно что. Ну, в общем, они тоже есть. Это приведенный самый популярный. Но поскольку сам я из большей сферы embedded, то скорее брокеры нас меньше интересуют. Также есть очень много open-source клиентов. В частности, есть девайс-специфичные, устройства-специфичные. Например, специальный клиент для Arduino, для ESP. Embed – это операционная система. Но там тоже под платформу сделаны определенные заготовки. Эти реализации клиентов хороша тем, что фактически не потребляют ресурсов, но все оптимизировано до нельзя. С другой стороны, они имеют достаточно существенное ограничение. Либо версию протокола определенную поддерживают, либо вообще поддерживают только subscribe какой-нибудь ограниченный. Гораздо больше интересны полноценные версии для больших операционных систем. Существует тоже огромное количество библиотек, которые реализуют МПТП на абсолютно разных языках программирования. Там очень интересно выглядит на Ирланге, например, и так далее. Но нас, опять же, интересует CC++, потому что это наименьшее расходование ресурсов для маленьких устройств терминальных. А теперь еще раз представлюсь. Inbox – это открытая свободная операционная система для встроенных систем. Требует минимально необходимого количества ресурсов и позволяет запускать Linux.po без изменений. Чуть-чуть опять вернемся к нашим интернету вещей, точнее МКТТ. Есть брокер. Он обычно, как я сказал, делается на каком-нибудь большой платформе типа Linux. Прекрасная платформа, там все работает и все хорошо. Он просто соединяет устройства, может анализировать базу данных и так далее. Есть некие устройства, они тоже могут быть достаточно функциональными. Не просто передать температуру пола, а показать какую-нибудь картинку или, как было два доклада назад, распознавать голос. Ты заходишь, у тебя распознается голос, твое лицо, и там что-то делает. Это тоже интернет вещей. Так вот, вот такие устройства, если делать на умную лампочку, если делать хотя бы на Raspberry, то это будет, первое, дорого. Второе, потребление будет достаточно большое, потому что Raspberry всегда должен управлять этой лампочкой. Inbox пытается решить эту проблему, чтобы на маленьких терминальных устройств позволить использовать более простые решения. Не случайно, я уже сказал, что на девайс-специфик есть реализации, потому что на терминальных устройствах хотят совсем чего-то простого. Итак, Inbox опять. Поскольку он позволяет использовать полноценные языки, в отличие от этих мелких ртосов, то у нас прям приняты спортированные стандартные версии самого популярного клиента, даже так, самой популярной экосистемы для MQTT, так называемые клип-спаха. Там тоже есть разные версии этих языков. И вот, в частности, у нас CCC++ и так далее. Они работают полноценные паблишеры, сабскрайберы, как синхронные, так и синхронные версии. При этом все это работает на микроконтроллерах с сотнями килобайтами АЗУ. Возвращаясь опять к тому докладу, когда хочется распознавать голос на таких маленьких микроконтроллерах. При этом можно выбирать… Там есть разные версии библиотек с разными характеристиками, и, соответственно, в Inbox можно выбирать. Как это у нас делается? Вот специальный язык описания модулей у нас есть. И вот здесь красным выдвинуто, что мы выбираем таким образом разные версии этих библиотек. Также я приведу пример, короткий пример, как у нас подкачивается пакет. Собственно, мы указываем архив, где взять, и после этого делаем конфигурию make install и копируем уже в нашу сборку требуемые артефакты. В итоге получается, что с помощью Inbox можно использовать вот эти абсолютно стандартные примеры. Абсолютно как на Linux запускать софт с помощью этих полноценных библиотек, что, естественно, существенно ускоряет и улучшает саму совместимость устройств по стандартам. Но вместе с тем, повторюсь, брокер все-таки удобнее делать на больших серверах. Больших это может быть вполне Raspberry. Для нас это просто большая. А клиентов на дешевых и несопотребляющих устройствах по возможности. Собственно, Inbox позволяет это все реализовать. Спасибо. Антон, спасибо большое. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Антон, скажите, пожалуйста, а с Home Assistant у вас уже реальные проекты есть совмещенные? Или пока еще только вы в презентации сказали? Нет, только с Mosquito. Нет еще пока, да? Ну, по крайней мере, лично у нас в команде мы не делали. Может быть, кто-нибудь совмещал. Такое мне неизвестно. То есть вам это пока не интересно в вашей команде или как? Скажем так, мы делаем демонстрацию, мы делаем операционную систему и предоставляем нашим пользователям возможность подключить любое устройство. И все. На Mosquito это работает. Соответственно, Home Assistant использует Mosquito. Там все из коробки подключается. Ну, Home Assistant, мы не специализируемся в настройке Home Assistant или Open Hub. Здравствуйте, Павел Волнейкин, Bazalt SPO. Может, прослушал я, конечно. Скажите, пожалуйста, альтернативные системы ваши существуют ли? На кого вы равняетесь? Наиболее близким является NATX, может быть, как вы слышали, операционную систему. Есть нюансы. Мы пошли слегка разными путями. На мой взгляд, мы прошли дальше, но они более популярны за счет англоязычного сообщества. Мне из Embedded Linux вспоминается YOKTO. YOKTO Project это категория, это другой уровень. Это все-таки Linux, полноценный Linux. Также можно отметить OpenEmbedded, UC Linux на MMO режим. YOKTO Project, конкретные вот эти Embedded Linux, они запускаются на микроконтроллерах. Там нету MMO, без танцев с бубнами, которые никому не нужны. UC Linux требует существенно большего, существенно большего, больших ресурсов, чем у нас. По сути дела мы берем, мы пытаемся совместить идеи Linux при разработке, удобство разработки программного обеспечения. И вот этих маленьких RTOs, собственно, мы генерим операционную систему под задачу. У нас уникальная система, в смысле, она генерится уникально. И получается вот такие своеобразные свойства. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Так, коллеги, остальное в кулуарах. Антон, спасибо вам большое, очень интересно. Спасибо.